Привет! В этом видео я расскажу вам сюжет фильма 2020 года «Чёрный ящик». Приятного просмотра! Обычный рейс Дубай-Париж. Пилоты работают в штатном режиме, обсуждая рабочие моменты. По тихому и спокойному салону самолёта стюардессы начинают разносить еду пассажирам. Камера переносит нас к чёрному ящику самолёта, записывающему разговор пилотов с работниками аэропорта. И вдруг заурядная болтовня о том осём прерывается писком надрывающихся приборов и встревоженным голосом сотрудника аэропорта, пытающегося узнать причину резкой потери высоты самолёта. Молодой аналитик Матьё изучает видео украшения вертолёта со своим пожилым начальником Палоком. Старик, основываясь на опыте, убеждён, что причины падения в отказе рулевого винта. Однако одарённый молодой человек на слух уловил, что одно из зубчатых колёс работает медленнее, чем должно. Он предложил провести испытание и проверить, верна ли его догадка. Но упрямый старик сказал, что тысячу раз видел подобное и отказал ему. Матьё выходит в офис, где кипит работа. У своего товарища он узнаёт о крушении в Альпах самолёта с трюстами пассажирами на борту. Его обидчивый начальник, отправляясь на место крушения, берёт с собой другого помощника, который просит Матьё принести некий ящик. Матьё забрал его из своего багажника и, одновременно разговаривая по телефону и протискиваясь между машин, нечаянно царапал одну из них. В машине оказался видеорегистратор, а его владельцем и его начальник. На фуршете у молодого человека начинается головная боль из-за окружающего шума, от которой он избавляется, надев наушники и создав таким образом для себя тишину. К нему подсаживается Ксавье, которому он жалуется, что его не взяли на расследование. По дороге домой Матьё со своей женой Наиме разбирают документацию самолёта, согласно которой он должен быть абсолютно исправен. Диктор на радио сообщает, что группа расследователей уже прибыла на место предшествия. Из-за этого Матьё снова грустнеет, но девушке удаётся приободрить его. Поздней ночью молодой аналитик смотрит по видео, проводимый его начальником анбоксинг бортового самописца, а потом с грустью наблюдает, как без него занимаются анализом полученных данных. После выполнения рутинных испытаний Матьё вызывают на ковёр к главному начальнику, который назначает его на расшифровку записей вместо его пропавшего начальника. Молодой человек немедленно приступает, предварительно педантично приготовившись к работе. Вместе с Бальзаном он начинает слушать запись, но с определённого момента начинаются очень сильные помехи, из-за которых ничего не разобрать. Чтобы услышать человеческую речь, Матьё просит напарника убрать звук двигателя, а также перестать дёргать ногой, что отвлекает его острый слух. Ему удаётся расслышать, как кто-то в кабине пилота кричит «Аллаху Акбар!». На пресс-конференции Матьё рассказывает журналистам, что согласно бортовому самописцу в кабину к пилотам за стюардессой зашёл неизвестный, спрятавшийся перед этим в туалете. Предположительно, это был теракт. На следующий день директор организации за отлично выполненную работу и ввиду отсутствия полока назначает Матьё главным расследователем в этом деле. Аналитик поехал домой к человеку, жена которого находилась на борту. Он предоставил запись с автоответчика, которую она оставила во время падения самолёта. Время звонка было на три минуты позже официального времени крушения. Матьё поделился записью с директором, обратив внимание на заинтересовавшие его моменты. Но начальник не воспринял это всерьёз и сказал вернуться к расшифровке самописца. В ангаре с обломками самолёта аналитик подошёл к площадке, изображающей фюзеляж, с отмеченными номерами мест. Он находит место, где сидел человек, ворвавшийся в кабину, а затем садится на кресло в хвосте. Изучив фотографии, которые пассажиры сделали на борту и успели выложить в соцсети, а также надев наушники и включив в очередной раз запись чёрного ящика, Матьё мысленно представил себя на борту самолёта. С помощью фото и звуков ему удалось немного воспроизвести происходящее на борту. Рассказывает о своих предположениях боссу, но тот приказывает не строить догадок, анализируя отдельные звуки, а писать о фактах, которые можно установить по всей записи. Матьё спрашивает о Палоке, чём мнение необходимо для составления отчёта, но узнаёт, что он подозревается в преступлении и объявлен в розыск. В разговоре с женой аналитик признаётся, что его смущают выявляемые несоответствия. Его смущает чёрный ящик. Коллеги шепчутся у него за спиной, считая, что он слышит то, чего нет, и может ошибиться. Безуспешно попытавшись дозвониться до Палока, Матьё пробирается в его кабинет, где находит странную заметку в ежедневнике, а также вскрытое письмо. Он приезжает домой к своему бывшему начальнику, адрес которого был указан на конверте. Во дворе на газоне он обнаруживает следы машины, ведущей в лес. В гараже он берёт монтировку и после непродолжительных сомнений разбивает окно и пробирается в дом. Не обнаружив ничего примечательного наверху, Матьё спускается в подвал, где находит кучу всякого оборудования и ноутбук, разблокировать который ему помогает запись из ежедневника. Однако в ноутбуке нет вообще никаких файлов. Внимание аналитика привлекает автомобиль и находящийся в нём видеорегистратор. Он вынимает из него флешку и открывает её на своём ноутбуке. После долгого изучения записей он обнаруживает, что Палок встречался с его приятелем Ксавье поздно ночью. На следующий день, когда Матьё ехал в машине, ему позвонила Каролин, журналистка, бывшая на пресс-конференции. Она спросила, знал ли он, что от самолёта, выпущенного всего месяц назад, были проблемы с автоматикой. Получив от коллеги данные о проблемах самолётов этого типа, аналитик приходит к выводу, что проблема может быть в чипе МHD, при поломке которого пилоты не смогут справиться с управлением. Он отправляется к пилоту, который сталкивался недавно с такой проблемой на одном из похожих самолётов. Тот убеждён, что компания Атриян, производящая самолёты, знает о проблеме, но не торопились обогнать конкурентов и заключить многомиллиардный контракт с Катаром и Индией, забив на устранение неисправностей. Вопрос Матьё о том, как такое может быть, ведь самолёт прошёл сертификацию, пилот ответил, что владельцам компании были подкуплены члены комиссии, одним из которых являлась жена-аналитика. Он спрашивает от своей супруги, был ли отчёт об испытаниях, но вопрос выводит её из себя, и она оставляет его без ответа. Матьё просит у босса провести испытания с чипом МHD из самолёта, но получает отказ, так как его изъяло Министерство обороны. Начальник советует заняться ему чем-нибудь другим, например, отчётом о вертолёте. Пилот, с которым общался аналитик, перестал выходить на связь, а Ксавье при встрече посоветовал не копать по этому делу, иначе его просто уволят из-за его паранойи. Ночью дома Матьё замечает Мерседес, обгонявший его на дороге. Пока жена спала, он залез в её ноутбук и скачал себе на флешку отчёт по испытаниям самолёта, который показал на следующий день своему боссу, чтобы на этом основании получить доступ к чипу МHD. Из-за этого его жену лишают новой должности и отстраняют от работы. Чип доставляют из Минобороны, и Матьё приступает к его испытаниям. Однако раз за разом тесты показывают, что он исправен. Аналитик считает, что его подменили. В судорожном состоянии он возвращается к прослушиванию бортового самописца и в конце концов выходит из себя. Во время прогулки в парке с младшим братом, запускающим квадрокоптер, Матьё звонит мать одного из пассажиров упавшего самолёта. В какой-то момент связь прерывается, а квадрокоптер, который мальчик уже отключил, полетел сам по себе. Аналитик заметил, что это дело рук ребят, отдыхающих рядом, использующих какой-то прибор. Матьё приходит в офис к Ксавье, работающему в фирме, занимающейся защитой электронных систем самолётов, в том числе от Риян. Он говорит ему, что систему самолёта взломали, и Ксавье с самого начала это знал и приказал Палоку подделать записи самописца. Именно поэтому он допоздна оставался на работе. Ксавье отверг все обвинения и вежливо попросил друга не лезть в своё дело и удалиться. Журналистка сообщает, что взломать систему самолёта однажды удавалось одному хакеру, тогда он смог изменить работу двигателя. Его тогда задержала полиция. Потом он три месяца работал в Пегасе, фирме Ксавье. Матьё находит его фото, и на одном из снимков пассажиров замечает человека, невероятно на него похожего. Он считает, что этот хакер хотел показать неисправность системы. Чип МHD был исправен, но он не справился с противоположными командами от пилотов и от взломщика, а его имя в списке пассажиров потом подменили. Он попросил журналистку написать статью, но та отказалась, ведь полгода назад он ошибся, когда устанавливал причину крушения другого самолёта. И она не может ему доверять, хотя сама с ним связалась. Попытка аналитика извиниться за свою ошибку перед женой приводит к посыланию его куда подальше. Босс заявляет Матьё, что отстраняет его от работы. Бальзам просит скинуть ему материалы по вертолёту. Молодой человек обнаруживает записи голос, которого не было раньше, и записывает диктуемые им цифры. Ими оказались координаты, на которые он выехал. Навигатор привел его к дому Палока, и дальше по следам, которые он заметил ранее. Выехав к озеру, он сел в лодку, находящуюся у берега. Прибыв в пункт назначения, он начал сматриваться в мутные воды, но ничего не видя, разделся и нырнул. Под водой он нашёл контейнер с размещенным в нём бортовым самописцем. В подвале Палока он скачал файлы и немедленно их воспроизвёл. Властно записям, хакер изменил курс самолёта. Пилоты переключили его в наручное управление, но взломщик вновь включил автопилот. Самолёт ввело по новому курсу прямиком в сторону гор. При этого на ноутбуке начало воспроизводиться видео с Палоком, на котором он, обращаясь к Матьё, признаётся, что пару лет назад, когда был на мели, начал сотрудничать с Ксавье, предоставляя ему данные о крушениях за деньги. Потом Ксавье приказал подделать записи чёрного ящика, а за отказ пригрозил уничтожением. В этот момент Матьё услышал звуки на улице и срочно отправил видео на почту, и забрав самописец, бросился наверх. К этому моменту в дом вошли два человека с оружием и начали обыскивать комнаты. Аналитику удалось и отвлечь их, удалённо включив колонки в подвале, и он ризнулся на утёк. Сев в машину, он ударил по газам. На дороге он заметил хвост, но увеличив скорость, оторвался от него. И после этого у него начала барахлить электроника в машине. Сначала навигатор, потом магнитола, и в конце концов ролевое управление. В результате чего он врезался в дерево. На выставке, посвящённой авиационной промышленности, во время уступления к Савье, на экране включилось и видео с признанием Палока. Его включила Наими, успевшая получить письмо от Матьё. Оцени видео, как считаешь нужным, поделись впечатлением в комментарии, и заранее спасибо, если подписался. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok